приветствую всех на своем канале очень рада вас вновь видеть напоминаю что в эти выходные пройдет близ пройдут близ консультации вся информация о них в разделе сообщества на главной странице моего канала почитайте там все подробно описано и я ваш вас жду на близ консультации сегодня мы с вами сделаем раскладка который предложила станислава называется он как выйти на новый уровень очень часто да мы про это говорим и вот будет сегодня предисловие и я вы пока можете выбирать позиции что я хочу сказать предисловие для того чтобы выйти на новый уровень на самом деле этим это кажется что это просто еще подходящее слово чтобы сказать насколько это сложно или легко или просто то есть мне кажется когда присутствует осознанность то жизнь становится намного проще проще пока мы живем на автоматизме жизнь наша усложняется можно ли выйти на новый уровень можно выйти на новый уровень но для этого нужно прикладывать усилия просто так ничего не бывает когда мы что-то хотим иметь своей жизни мы так или иначе должны совершать какие-то действия в данном случае с точки зрения энергетики для того чтобы выйти на новый уровень у нас должны быть абсолютно другие и иные вибрации иные по отношению к тем которые у нас есть сейчас обычно как я говорю мы все живем неосознанно да то есть что значит неосознанно мы не отдаем себе отчет в том что мы делаем мы не отдаем себе отчет в том что мы выбираем то или иное действие одно с нами не просто так случается мы его выбираем но осознаем это лишь буквально через там 30 долей секунд вот это если мы прям целенаправленно работаем в этом направлении а так принципе мы вообще даже не осознаем что все что мы делаем это является нашим собственным выбором поэтому для того чтобы выйти на новый уровень нам нужно во первых понять какие энергии у нас находится на том уровне куда мы хотим выйти то есть если это новый уровень финансового достатка какого-то до определенного то и наше звучание наше вибрирование на оно должно соответствовать этому новому уровню то есть если мы хотим быть успешными мы должны звучать как успешные люди то есть мы не можем быть внутри слабыми не можем быть низковибрационными да и при этом ожидать что вот когда-то мы в своей жизни встретим там счастье либо удачу мы до этого должны дотянуться новый уровень это новые вибрации выше выше всегда выше никогда не вшит да то есть мы идем в развитии не горизонтально вертикально поэтому мы должны всегда тянуться к новым вибрациям к более высоким вибрации что нам поможет вибрировать намного выше во первых осознание что мы это выбираем что значит мы выбираем это не значит я словами говорю что да да я хочу я хочу я хочу нет это значит мы начинаем действовать в соответствии со своим собственным выбором да то есть если обычно у нас мысли грустные мы осознанно себя настраиваем на позитив прямо останавливаемся ощущаем находим то состояние которое нам необходимо там удовлетворение радости счастья наслаждение принятия неважно у каждого этого слова есть свое особенное состояние которое его описывают вот мы его осознанно должны включить то есть по собственному желанию мы должны эти энергии включить в себе то есть настроиться на эту волну и дальше как можно чаще пребывать в этом состоянии опять же таки если мы хотим быть счастливыми значит мы должны убрать на своем пути все что делает нас несчастными мы не можем быть счастливыми и при этом думать о том как сложен наш мир как сложно нам жить то есть мы не можем негативно мыслить и при этом желать чего-то такого позитивного мы мы это никогда не получим просто-напросто и желать то мы можем все что угодно но ведь цель в какой-то момент прийти в это состояние для этого надо убирать все что не соответствует тому что мы хотим то есть в любая реализация любого желания с одной стороны она базируется на вере в полной в полном доверии того и уверенности что это случится и второй момент мы убираем все на своем пути что мешает любые преграды что мешает нам достигнуть именно того чего мы хотим поэтому если мы хотим выйти на новый уровень первое мы должны понимать на какой уровень мы хотим быть очень важно мы часто говорим о том что я я хочу изменить свою жизнь все как что не совсем понятно просто я четко понимаю что так как есть сейчас я не хочу а как по-другому я еще пока не хочу не знаю но если вы не знаете вы это никогда не измените вы так и будете вот зависать вот в этом состоянии когда уже старая не не нравится а нового пока я еще не знаю чего я хочу вот здесь очень важно понимать что я хочу куда я направляю свою энергию на чем я делаю акцент если наблюдать течение дня за собой за своими мыслями вы увидите насколько негатива присутствует вашей жизни и исходя из этого ясное дело что как может прийти что-то позитивное когда в душе тьма откуда появится свет свету не появится ниоткуда его надо привлечь то есть надо что-то совершить до совершить какие-то действия если в комнате темнота надо зажечь фонарик а этот фонарик надо взять надо нажать на кнопку чтобы он зажегся то есть надо совершать действие а когда мы берем фонарик что мы делаем да мы фокусируемся на то что мне нужен фонарик мы его ищем полностью сфокусированы не на тьме а мы сфокусируем на этом фонарике а потом мы ищем кнопку включить этот свет включить фонарик мы опять фокусированы на том что мы хотим свет и потом когда мы фонарик зажегся мы видим этот свет потому что все это внимание все это время она была направлена на свет не на тьму на свет здесь вот знаете я вроде бы говорю банальные вещи и вы все об этом знаете но наш мозг устроен так что да да я это знаю это понимаю но вы не включаетесь мысль потому что если бы включились если бы действительно сели и подумали окей да это так есть а что делаю я где поступаю я то есть вот именно включились в этот процесс тогда бы пришло именно понимание как вам нужно поступать и что вы действительно просто слушаете мы не слышите и это сейчас не я не укоряю никого а это работа нашего мозга я просто показываю как работает наш мозг уловка и на этом мы сфокусированы абсолютно все наши на нождению так выстроен что мы очень много чего служишь слышим но не слушаем скорее всего но не слышим да на днях я нашла один такой ролик который знаете с одной стороны можно сказать случайность а с другой стороны видимо время пришло как я люблю говорить про дневник благодарности многие из вас наверно слышали вот многие даже пробовали а но я люблю всегда во всем находить причину находить корень мне стало интересно почему работает и я уверена сто процентов что дневник благодарности работает и вот то что я говорила а до этого это вот как раз таки в дневнике благодарности подтверждается тем что что мы делаем дневнике благодарности мы начинаем благодарить себя до в течение дня за да со все что угодно второй момент что он пишет дневнике благодарности мы пишем благодарность другим людям за то что в их жизни что-то хорошее получилось а третий момент мы пишем благодарность за те чудеса за те приятные вещи которые случаются в нашей жизни и четвертый момент мы пишем благодарность самому себе за те добрые дела которые мы делаем и вот эти вот четыре пункта по сути неважно сколько подпунктов будет что вы будете писать течение дня они настраивают наш мозг на то чтобы мы начали замечать белые пятна когда мы начинаем благодарить себя помимо того что в момент когда мы пишем именно вручную пишем не набираем на клавиатуре вручную мы включаем мы задействуем другие области нашего мозга они помогают нам сконцентрироваться на этой энергии то есть пока мы пишем и уже ощущаем эту благодарность а если мы эту практику делаем каждый день там по 10 по 15 минут то как минимум 15 минут света в своей жизни нам обеспечен то есть тот момент а когда мы пишем мы включаем себе вот эти вот высокие вибрации мы их транслируем потому что наше внимание идет на это когда мы начинаем благодарить себя мы замечаем что оказывается в жизни есть очень много приятных вещей на которых ранее я не обращала внимание то есть мы выходим и выводим себя из автоматизма мы включаем себе вот это осознание то есть понимание что вообще в моей жизни происходит когда мы начинаем благодарить за других людей что в их жизни что-то хорошо получилось да кто-то получил там я не знаю какой-то диплом кто-то права кто-то я не знаю купил какую-то обновку и мы начинаем радоваться мы начинаем обучаем себя замечать позитивное и хорошее светлое в этой жизни то есть мы опять-таки включаем высокие вибрации то есть первым пункте мы на себе в себе повышаем а втором мы замечаем этого внешнем мире третьем пункте когда мы начинаем благодарить за чудеса и за приятные вещи мы начинаем замечать то чудо которое происходит нашей жизни что вот вы именно в суматохе дня и в автоматизмах мы пропускаем это то есть мы также настраиваем себя именно на чудеса и четвертый момент это добро которое мы сеем да то есть мы замечаем именно те добрые благие дела которые мы делаем для этого мира через это мы осознаем что мы живем не бессмысленную жизнь что есть что-то хорошее что мы 7 те семена которые мы сеем тем самым мы 10-15 минут сколько вас будет занимать эта практика мы заставляем наш мозг первое мыслить позитивном ключе второе в этот момент проживать и вибрировать и как следствие мы будем притягивать к себе аналогичные энергии именно поэтому дневник благодарности приводит к тому что наша жизнь постепенно меняется третий момент если мы это делаем каждый день это важно делать каждый день мы научаем себя дисциплинировать да это тоже одна из духовных практик дисциплина то есть умение осознанно делать то что я хочу даже когда мне этого не хочется через не хочу преодолеваю себя преодолевая свои какие-то животные инстинкты и именно вот эти вот моменты если мы как рекомендуется там не знаю 90 дней до есть люди которые годами это пишут чем дольше по времени мы это делаем тем больше мы замечаем дальнейшем изменения в нашей жизни то есть вот это вот и есть новый уровень о котором сегодня пойдет речь почему мы на него выходе потому что мы делаем акцент на него многие писали в роликах которые я смотрела на тему дневника благодарности что люди выходят и вытаскивают себя из апатии из депрессии и это понятно почему потому что в данном данной практике мы переключаем себя на позитив мы включаем себе то что мы хотели бы иметь то есть мы перестаем аккумулировать в себе негативные эмоции в плане самобичевания в плане низкой самооценки не удовлетворения жизни то есть то есть апатия это когда она все приела мы уже все все знаем нам уже ничего не хочется именно желание они способствуют нашему росту потому что когда у человека до тех пор скорее всего пока у человека есть желание он будет расти это будет его мотивации стремление пасть получить это неважно в чем заключается его желание он все равно будет что-то преодолевать он будет совершать какие-то действия у человека который находится в депрессии апатии у него нету желания они у него отсутствуют поэтому рост и дальнейшая жизнь ему становится бессмысленно его нужно переключить что поможет переключить человека на другую волну именно умение замечать и быть благодарным за то что у тебя уже есть то есть на самом деле в этой духовной практике намного больше смысла которого на первый взгляд может быть он и не заметен да то есть кажется ну бессмысленно сидеть просто писать непонятно что и как это делать на первых порах конечно же благодарность будет механическая то есть от ума мы это просто пишем в дальнейшем если действительно мы включены в то что мы пишем мы стараемся вспомнить мы стараемся то есть тот момент когда мы вспоминаем наше внимание идет в это воспоминание и вот в этом воспоминание если мы вспоминаем какие-то приятности своего дня мы начинаем заново это проживает то есть мы заново начинаем себя аккумулировать тем самым и больше акцент делаем на хорошем на позитивном особенно когда мы пишем добрые дела и это не есть эгоизм а это наоборот замечание того насколько наша жизнь насыщена то есть насколько мы могли бы эти моменты пропустить своей жизни и наступает как раз и тот момент апатии либо самоуничижения когда а я ничего не стою вопросы как научиться любить себя как научиться ценить себя через это через запись этого дневника когда вы пишете вы видите что сегодня я сделал вот это маленькое дело кому-то открыл дверь либо просто пошел по улице и улыбнулся либо где-то кому-то что-то подсказал до пошли идете по улице вас просили как пройти там до проспекта для другого улицы просто мы погиб человеку это тоже есть добро это то что вы сеете чем больше вы это записываете это белые пятна которые мы не осознаем тем больше вы понимаете что ваша жизнь не бессмысленна тем больше вам хочется жить тем больше вам хочется это аккумулировать вы переключаете себя с низких вибраций на высокий безусловно что я сейчас говорю это вот еще расскажу это банально это просто но вот если просто сесть и действительно осознать это то есть понять как это все работает увидеть вот в этот корень увидеть в этом благость истинное добро истинный свет и насколько это все просто и насколько это все доступно и как мало мы это делаем и к быстро мы бросаем писать эти дневники потому что нам становится лень потому что наша жизнь меняется мы не хотим менять свою жизнь как бы мы ни говорили на словах мы не хотим менять свою жизнь нас устраивает наша жизнь даже тогда когда нам что-то не нравится даже тогда когда у нас какие-то там болезни и трудности и все такое потому что мы это выбираем и вот вот в этом очень мало людей кто осознает что мы действительно совершаем выбор каждую минуту своей жизни мы выбираем обижаться или нет мы выбираем радоваться или нет мы выбираем делать или не делать мы выбираем моё или не моё но мы это не осознаем ну все на автомате происходит и вот осознанность и когда мы говорим про момент здесь и сейчас в этом то и заключается когда я остановился и вот именно сейчас вот именно в этот момент я понимаю что я делаю осознанность это есть понимание своего собственного своих собственных поступков туда куда мы направляем свое внимание чем больше таких моментов вашей жизни тем лучше и качественная она становится вот такое было сегодня вступление большое я давно не сделала вступление но мне захотелось почему потому что по сути тема сегодняшнего расклада как выйти на новый уровень я вам и объяснила карты могут конечно сейчас показать что-то другое но в принципе если одним словом вам нужно поменять свое звучание поменять свои вибрации как любая гитара как любой музыкальный инструмент через какое-то время ему нужна настройка потому что идет раз гармонизация поэтому любой музыкальный инструмент а мы являемся наше тело является аналогичным музыкальным инструментом надо себя настраивать и это поможет вам выходить постоянно на новые уровни и так приступаем позиция номер один голубенький камешек как единички вам выйти на новый уровень если у вас есть такая необходимость вот я сначала посмотрю если у вас такое желание вообще выйти на новый уровень до желание такое есть но этот новый уровень он связан как-то с общением он связан с новыми сообщением с новыми людьми либо с теми с которыми есть коммуникация она должна быть легкой то есть новый уровень связан с непосредственностью связан с легкостью связан с каким-то праздником с яркостью жизни он связан с добротой с позитивом вот у вас есть вот эта вот потребность впустить в свою жизнь новую волну связанную как раз таки с праздником с праздником с легкостью что вам нужно сделать чтобы выйти на этот уровень во первых аркан звезда говорит о том что вам нужно поставить цель то есть теперь первично вам нужно воодушевиться здесь даже не от ума надо поставить цель а надо вдохновиться знаете иногда так бывает ну по крайней мере у меня когда я смотрю каналы торологов в данном случае есть один конкретный торолог который вот меня прям очень воодушевляет своим профессионализмом своим умением считывать карты своим умением использовать подходящие слова литературный и словарный запас литературный язык человек использует немножечко научный но в любом случае мне нравится вот это вот после того как я просматриваю расклады этого торолога неважно какая тематика у меня появляется воодушевление я тоже хочу делать расклады у меня появляется настрой поэтому вот вам нужно нечто аналогично вам нужно настолько вдохновиться вот именно настолько загореться настолько желать стать выйти на этот уровень что только в таком случае да вы сможете совершать какие-то действия дальше что вам нужно вам нужно проработать себе пятерку мечей это очень такой болезненный урок пятерки в сфере гиббуря говорят как раз таки о марсианской энергии об энергии разрушительной об энергии скоростной марсон такой воинственные разрушительные но при этом энергия выравнивания энергия справедливости идет разрушение вот вам нужно разобраться с этой именно энергия почему она у вас возникает почему у вас есть вот некая такая спешка да вот вы торопитесь получить то что вы хотите вот на этом пути очень часто вы разрушаете разрушаете себя разрушаете возможно других через мыслительные какие-то процессы мысли не очень приятные то есть вам нужно исправить этот момент и второй момент который вам нужно исправить после того как вы вдохновитесь знаете как захотеть выйти на тот уровень который вам необходим второй момент это по двойке пендакли прекратить колебаться перекратить сомневаться прекратить знаете вот даже скорее всего не столько прекратить а научиться делать выбор научиться разделять мух от котлет и от то есть понимать вот вот это надо а вот это не надо да то есть выйти из бесконечной суеты откладывания то есть когда вы четко не знаете что вы делаете куда вам нужно идти вы включаете некую такую суету то есть создание бурной деятельности вам это нужно отсекать вам нужно научиться четко понимать что вам необходимо в данный момент для этого вам необходимо обращать внимание именно на свои собственные желания до обзор и фокус внимания на себя поэтому вы можете выйти на новый уровень у вас по крайней мере есть это желание у вас есть понимание того что вы хотите здесь нужно просто воодушевиться и начать делать направлять вот эту вот воинственную энергию на разрушение того что является преградой на пути к вашему новому уровню то есть разрушать сомнения разрушать неуверенность и разрушать вот это вот надо не надо разбалансировку и всевозможную критику критику самокритику в данном случае что еще поможет вам выйти на новый уровень воодушевление какими-то новыми идеями возможно новая информация но здесь скорее всего речь идет о состоянии какие-то новые вибрации вам необходимо ощутить для этого вам нужны новые впечатления да то есть когда наша нервная система опять-таки с точки зрения психологии расскажу когда наша нервная система перегружена да когда очень много впечатлений вот откуда появляется апатия да очень много впечатлений очень много всего патрон попробовал человек находится в неком таком напряжении да то есть всего много нагрузка на нашу нервную систему на наши рецепторы их нужно разгрузить каким образом через расслабление для чего нам выпадает здесь звезда как воодушевление когда его вдохновение когда мы расслаблены когда мы позволяем себе ощущать этот мир в нормальном естественном режиме не в напряжении когда много-много информации я не успею переварить я не успею все прочувствовать ощутить все увидеть и услышать здесь идет прям очень колоссальная нагрузка на нервную систему вам ее нужно разгрузить для этого надо научиться расслабляться и вот это вот двойка педагли говорит вам нужно научиться разделять то что ваши или не ваш эта информация нужна не нужна эти эмоции нужны не нужны это ваши эмоции либо это чужие эмоции вот это вот вам все поможет вот когда вы разгрузите себя здесь хочется сказать вытащите хлам вытащите мусор из своей квартиры то есть прямом и в переносном смысле разгрузите себя расслабьтесь немножко вот прям побудьте в этом состоянии расслабленности как можно больше снимите себя ответственность разрешите себе то чего вы не разрешаете и тогда вы сможете ощутить нечто новое на какие-то новые эмоции новые переживания которых у вас нету на данный момент которые помогут вам выйти на новый уровень вот такой у меня расклад был для вас единички сегодня я не планирую делать большой расклад было просто большое вступление мы переходим к позиции номер два красненького клок камешку двоечки если вы не слушали вступление вам рекомендую послушать потому что имеет прямое отношение к сегодняшнему нашему раскладу вот как как выйти на новый уровень нужно ли вам выходить до аркан колесницы конечно причем не просто выйти а хочется сказать выстрелить да то есть здесь нужно совершить некий такой прорыв прямо здесь и сейчас ситуация дошла до своего предела вы уже находитесь на пике того что нужно уже здесь даже не возникает сомнений о возврате вот просто момент всплеска какого-то до выброса энергетического если у меня образ такой знаете как семя извержения да то есть то что уже не подвержу не подлежит возврату назад а вот именно семя извержения почему-то такой образ идет да вам безусловно нужно выйти на новый уровень что вам для этого нужно сделать аркан шута для этого вам нужно расширить свою свое сознание то есть что нам показывает шут во первых он говорит о полном доверии и отсутствие всех страхов то есть здесь полное бесстрашие от этого бесстрашие да выходит слова как раз и и безумие то есть отсутствие ума отсутствие критического мышления полное доверие нашему бессознательным что нужно еще сделать здесь нужно расширить свои границы границы дозволенного в том числе и в вашем сознании то есть если вы мыслили по одному способу до включить и допустить возможности другого способа желательно и всех способов той теме в которой вам интересно то есть мы не выходим из зоны комфорта мы свою зону комфорта постепенно расширяем вам не надо выходить вам не надо ничего нарушать вам надо расширять и расширять чем больше вы расширяете тем больше вы впускаете в себя нечто нового через расширение не выходим никуда мы расширяем что еще поможет здесь у вас выпадает одни великие арканы третья карта и третий аркан и третий аркан великий говорит как раз таки мир о том чтобы увидеть какие-то новые из возможности о том чтобы завершить один какой-то цикл для того что еще здесь что поможет выйти на новый уровень начать действовать уже сейчас не надо говорить себе здесь перевернутый аркан мира когда выпадает в считывается трактуется как человек который откладывает возможность совершить первый шаг в момент здесь и сейчас то есть это человек который говорит вот не мне все время чего-то не хватает да вот где-то там трава зеленее вот где-то люди знают больше чем я вот мне еще бы вот это подучиться и потом я сделаю вот мне еще вот это сделать а потом я уже смогу то есть здесь не хватает какой-то знаете последовательности для того чтобы прийти к результату вам нужно сделать один шаг затем сделать 2 а затем сделать 3 а у вас получается что вы каждый раз делаете только первый шаг только первый шаг и переходите на что-то другое убегаете во что-то другое делайте первый шаг и опять убегаете во что-то другое то есть вы не совершаете нету второго шага то есть нету движения вперед почему потому что для движения вперед нужны обе ноги нужна и правая и левая таким образом вы передвигаете а у вас получается что вы скачете на одной ноге далеко не ускачешь это не способ передвижения на одной ноге не ускакать поэтому что вам здесь поможет выйти на новый уровень выстроить для себя четкое понимание последовательности действий которые вам нужно совершать и осознание того что вы уже сейчас проживаете то что вам необходимо что еще четвертый великий аркан а к на луны во первых вам нужно увидеть свою какую-то цикличность в каких-то действиях вот во вторых увидеть свои какие-то может быть сомнения может быть предупреждения по отношению к чему-то может быть какие-то моменты мнительности если они вас присутствуют то есть разобраться с теневыми аспектами с какими-то белыми пятнами того что вы не видите что еще поможет молока вот что еще поможет пожезлов поможет да то есть захотеть включиться включиться в процесс именно проживание жизни да вот именно вот этого нового уровня то есть когда выйдете на этот уровень да не надо думать не надо сомневаться не надо убегать а надо идти вперед преодолевая свои какие-то белые пятна свои моменты того что вы не знаете здесь нужно включить именно как и по шуту любопытство любопытство желание познать желание увидеть желание попробовать желание это сделать и последняя карта что еще вам поможет выйти на новый уровень аркан суда заметьте на 24 6 6 6 арканов 5 из них велики причем те которые идут к завершению до мир суд шут что поможет сделать глубокий анализ переоценку своих собственных ценностей и переоценку своей жизни для того чтобы услышать именно вот этот вот горн до истинного пути туда куда вас ведет ваше сердце туда куда вы хотели бы пойти здесь переоценка сознание здесь в вашем сознании должно что-то измениться потому что суд говорит о перерождении перерождение это не просто я начинаю заново да так бы у нас был например аркан смерти а суд говорит все-таки об очищении о сжигании того что уже как будто бы не имеет какого-то смысла вашей жизни когда огромный этап вашей жизни уже завершён вы приобрели этот опыт он вам больше не нужен да надо получить что-то другое перерождение это когда мы убираем в одном в одной жизни да и возрождаемся в другой то есть рождаемся в краски суд на ярком шута то есть вы умираете в своей прошлой жизни и рождаетесь абсолютно в новой жизни начиная ее с нуля с чистого листа не заново а именно с чистого листа и чистый лист это как раз вот это вот состояние что а я ничего не знаю да я я я хочу всему научиться я хочу по-новому научиться ходить я хочу по-новому научиться говорить я хочу научиться все делать как-то по-другому именно вот эти вот моменты первых первично да а это должно произойти в вашем сознании вот вы как-то должны себя перенастроить в своей собственной голове я не знаю что вы будете делать но здесь вам нужно вашу голову настроить на другую другие частоты в прямом смысле в переносном возьмите как хотите да но здесь вот вы должны мыслить другими категориями абсолютно другими категориями какими категориями по королю мечей достаточно рационально рационально через выстраивание стратегии и умение анализировать очень быстро ситуацию принимать решения так это была вторая позиция с вами переходим к позиции номер 3 зелененькому камешку троечки нужно ли вам сейчас выходить вот первые две позиции нужно было вам нужно выйти сейчас на новый уровень или нет вам сейчас нужно сфокусироваться на принятии какого-то решения вам нужно найти ответ на очень важный вопрос здесь нужно на что-то решиться что-то нужно скрыть определиться и для этого вам необходимо прислушиваться к своей интуиции к своему внутреннему голосу потому что туз мечей он переходит сразу в двойки мечей то есть первично есть какая-то информация надо принять решение но и одновременно у меня появляются какие-то колебания и сомнения потому что это решение шанс полученный он превращается в двойственность то есть неожиданно в нем я вижу еще какой-то какое-то подрешение да то есть одно из него вытекает второе и вот когда появились вот эти вот два две задачи два решения я сталкиваюсь с задачей с трудностью в плане колебания в плане сомнения а как мне быть а как мне поступить а что мне делать а какое решение мне принять и для этого по двойке мечей мы закрываем глаза на внешний мир мы отдаляемся абстрагируемся от отстраняемся от всех и слушаем только лишь себя до собирая все пазлы воедино для того чтобы принять решение что это за решение о прекрасно тройка мечей смотрите как история прям разворачивается что о чем говорит тройка мечей тройка мечей говорит о каких-то мыслях которые вам приносят боли да о каких-то сценариях автоматизмах происходящие в вашей голове которые вас собственно и ранят те моменты когда вы не обращаете внимание на свою интуицию на свой внутренний голос наступаете себе и своему желанию на горло и доводите себя до того момента когда в дальнейшем говорите а я же все знал я же все видела я же все знала почему я себя не послушал потому что это привело вот именно к разочарованию к скорби к болезням то есть эти мысли которые вы гоняете в своей голове они вас ранят они вас разрушают они вас уничтожают в прямом смысле на эмоциональном плане но и одновременно они вас обучают быть более эмпатичными быть более чувствительными учиться сопереживать чужому горю да то есть не быть зацикленным на себе а открыться и состоянию других людей здесь вы однозначно проходите какой-то урок до тройки педакли умение не самостоятельно а именно в команде именно сообща с кем-то выстраивать фундамент выходить из состояния повешенного прекратить себя ограничивать либо в чем-то жертвовать здесь нужно научиться как-то на равных взаимодействовать с другими людьми не жертвовать нас получается либо в позиции над либо в позиции под а вам нужно научиться на равных то есть не ущемляя себя в своих правах и не ущемляя других людей сообща достигать построение чего-то такого ценного для вас мы выяснили что вам на другой уровень не нужно тогда что вам нужно сделать сейчас десятка мечей много мечей у вас десятка мечей десятка педакли четверка кубков завершение да здесь вам прежде чем выйти на другой уровень здесь нужно поставить точку здесь нужно завершить причем десятка мечей говорит о том что есть некая некий груз именно перегруженные ментальное поле ваш от ваших мыслей которые и убивают то есть тройка мечей превращается в десятку мечей с одной стороны это благие новости так как пришел момент завершения а с другой стороны надо прожить этот момент когда вы убиты морально убиты почему потому что то как вы мыслили то теми убеждениями теми сценариями которые вы оперировали они в какой-то степени где-то догматичны они они же вас и разрушили вам это нужно осознать что нельзя прийти либо выйти на новый уровень с теми мыслями которыми у вас присутствует сейчас они вас просто убивают они вас разрушают и дальше у нас выпадает десятка педакли эти мысли могут касаться либо семьи либо некой такой системы в которой вы находитесь либо финансового вопроса что приводит вас как раз таки к четверке кубков к стабильному эмоциональному фону когда я не желаю дальше куда-то идти то есть с одной стороны вам тяжело есть тяготы я понимаю что нужно оставить нужно что-то изменить в данном случае в своем мышлении до что-то оставить позади а с другой стороны я не хочу этого делать меня почему потому что меня это устраивает меня каким-то образом по четверке кубков удовлетворяет моя мое эмоциональное состояние вот меня удовлетворяет эмоциональная безопасность то есть знаете с одной стороны вы дошли до предела а с другой стороны не хочу ничего менять потому что вот это вот зона эмоционального комфорта которая присутствует она вас состав останавливает от дальнейшего движения потому что если я двинусь дальше следующим шагом будет разочарование от того что то как я жил а я не хочу разочаровываться я не хочу горевать и над всеми утратами которые у меня есть сейчас на то есть здесь вот как будто бы некая такая некий самообман на некая такая иллюзия поэтому я как будто бы осознанно выбираю пока сейчас находиться в четверке кубков да и ждать некий такой шанс который придет но на перемены то есть вы как будто бы сами сейчас не не в состоянии увидеть перемены но при этом вы ждете ждете что вот вмешается какая-то божественная рука вот и принесет изменения в той жизни в которой в которой вы находитесь сейчас на потому что у вас сейчас нету возможности по девятке железлов двигаться дальше идет остановка и закрытие вы закрывая с одной стороны понимаете вы закрываетесь от мира с другой стороны вы хотите как-то отстаивать свою точку зрения в плане того что вот мне вроде бы все хорошо но потом наступает моменты когда вы понимаете что мне не совсем хорошо и и это происходит для того чтобы вы потом дальнейшем вышли в мага то есть решили вот это вот то что с вами сейчас происходит состояние принятия решения да вы дойдете постепенно до момента когда вы примете решение что я хочу быть магом я хочу создавать свою жизнь так как я хочу и тогда когда я хочу вот когда у вас будет внутренняя готовность к этому когда к вам придет вот это вот осознание что это ваш выбор и вы вправе управлять своей жизнью так как вы хотите сейчас у вас этого нет сейчас вы находитесь вот именно в разных таких состояниях состояниях когда присутствует и коричь и разочарование и собирание своих пазлов единую картину когда это происходит вас происходит инсайд от того что насколько вы ошибались это вызывает вот какой-то негативный эмоциональный осадок боль вы включаетесь понимание того что я довел сам себя до такого предела почему я это позволил и дальше возможно включается вот какая-то жалость к себе потом вы хотите это изменить у вас появляются какие-то идеи по поводу того как это можно было изменить но вы не хотите прикладывать усилия потому что все таки вам комфортнее так как сейчас нежели в тех переменах которые грядут и вы это ощущаете и вот здесь вот это вот хочется сказать какой-то такой вот порочный круг но вы из него выйдете вы из него выйдете когда дойдете до точки кипения рано или поздно это случится вот но пока вы находите четверки кубков повешенными в девятки жезлов то есть в ограничениях именно здесь вопрос эмоционального фона вы не умеете справляться со своими эмоциями с мыслями как-то вы еще проживаете потому что здесь вы дошли до десятки мечей а с кубками вам сложно в кубках вы зависаете в своих эмоциях вам вы не знаете как справиться вы не знаете как справиться со своими переживаниями своей какой-то грустью нежелание дальше двигаться здесь идет зависание здесь у вас в 1 наверное будут уроки впереди вот но пока вам не нужно выходить на другой уровень вы не готовы пока вы еще не прошли свой урок вот такая у меня была и третья позиция я благодарю вас всех за внимание напоминаю что на выходные пройдет блиц консультация пройдут во множественном числе блиц консультации вся информация об этом будет в разделе сообщества на главной странице моего канала переходите читайте я жду вас на консультациях а я с вами прощаюсь и пожелаю всем отличной недели до понедельника всем пока пока